Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Аминь. Не побывайся. Матфея, 12 глава, с 36 по 37 стих. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. Толкование блаженного фефилакта. Всякое слово, не служащее к действительной христианской пользе, есть праздное слово, и посему пагубно. Хотя оно кажется и хорошим, но не служит к утверждению веры и к спасению, или произносится не с доброй целью, не останется без осуждения, потому что не служит к пользе и оскорбляет Святого Духа Божия. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших. Эфесянам, 4 глава, 29 стих. Но слово истина, доброе, способствует утверждению веры, дает благодать слушающим и не оскорбляет Святого Божия Духа. Хуже ничего, ничто не может быть. Здесь и нас он устрашает, то есть, что и мы дадим ответ за каждое праздное слово, как-то за слово ложное, срамное или неблагопристойное и насмешливое. Тебя обвиняют уста твои, а не я, и твой язык говорит против тебя. Иов, 15 глава, 6 стих. Слова из уст мудрого благодать, а уста глупого губят его же. Экклесиас, 10 глава, 12 стих. Все. Язык, говорит, мой враг мой. Вот говорит об этом, если кто-то послушает, как так, это все комедианты, все, что говорят люди, среди всей этой трескотни нужно это слово найти, о чем здесь говорится, чтобы это привлекало к Богу, к спасению. Совсем почти ничего нет. Не будет слышно. Язык надо берешь. Матфея, 12 глава, 38 стих. Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали, Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамения, толкование. Хотят видеть знамения с неба, так как им думалось, что земные знамения производит он силу дьявольскую. Все. Так и думали. Знамения никогда ничего не надо трянуть, просто я верую. Я пришел к убеждению, что доводы никакие не могут подвинуть человека, если он не предназначен к спасению. Вот и все. Света. Матфея, 12 глава, 39-40 стих. Но он сказал им в ответ, Род лукавый и прелюбодейный ищет знамения, и знамения не дастся ему, кроме знамения ионы пророка. Ибо как ионов был во чреве кита три дня и три ночи, так и сын человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи. Толкование. Называет их лукавым родом, как листецов и неблагонамеренных людей. Прелюбодейны, так как они отступили от Бога и прилепились к демонам. Знамением называет свое воскресение, как событие чрезвычайное, так как он, не шедший в сердце земли, то есть в преисподнейшее место, или что тоже в ад в третий день воскрес. Под тремя днями и ночами разумение полные дни и ночи. Он умер в пятницу. Вот был первый день. В субботу оставался мертв. Вот другой день. Ночью, ночь на воскресенье застала его тоже мертвым. Так насчитывается. Трое суток неполные. Как и мы часто имеем обычай считать время. Все. Ну это понятно. Тут никакой тайны нету, а все-таки открыто. Надо это принимать все наверх. Доказательств никаких нету. Было бы написано четыре дня, значит, верили бы в четыре дня. Матфея 12, глава 41 стих. Неневитяне восстанут на суд сродом с ним и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной. И вот здесь больше Ионы толкования. Иония, проповедовавшему по выходе из скита, говорит, поверили, а мне и по воскресеньям моим вы не поверите. Посему будете осуждены не невитянами, которые поверили рабу моему Ионе без знамений и чудес, хотя они были варвары. Осуждены будете, потому что вы выросли с пророками, видели знамения чудеса, и несмотря на то не поверили мне Господу. Матфея 12, глава 42 стих. Царица Южная восстанет на суд сродом с ним и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой. И вот здесь больше Соломона. Толкование. Царица эта, хотя и была слабая женщина, пришла, говорит, издалека, и пришла только для того, чтобы слышать учения о деревах, о деревах, садах и о некоторых естественных предметах. А вы не приняли меня, когда я сам пришел к вам, говорю вам неизреченные истины и совершаю для вас чрезвычайные дела. Все. Все вот так и есть. Матфея 12, глава 43 по 45 стих. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит, возвращусь в дом мой, откуда я вышел. И придя, находит его незанятым, вымятенным и убранным. Тогда идет и берет с собой семь других духов, злейших себя. И войдя, живут там, и бывают для человека того последнего хуже первого. Так будет и с этим злым родом. Толкование. Этими словами Господь дает знать, что они пришли на край погибели от того, что не приняли его. А освободившиеся от бесов еще хуже становится впоследствии, ежели не исправляются. Так и ваш род одержим был демоном, когда вы поклонялись идолам. Через пророков я и знал этого демона. Пришел и сам с намерением еще более очистить вас. Но так как вы отверли меня и хотите даже погубить меня, то как более чашские гречники, будете наказаны тяжело. И последний плен у вас будет гораздо тягостнее прежних. А ты разумеешь еще вот что. Посредством крещения нечистый дух изгоняется и бродит по безводным местам и душам некрещенным. Но в них не находят покоя. Ибо покой для демонов состоит в том, чтобы смущать крещеных на злые дела. Тогда как некрещенными он и без того давно уже владеет. Таким образом он возвращается к крещеному семью духами. Ибо как семь духовных даров, так в противоположность всему, семь же и духов злобы. Когда он возвратится к крещеному и найдет его праздным, то есть без добрых дел. И по причине ленности, без твердости к сопротивлению врагам, тогда бедствия его бывает больше. Потому что прежде очистившись через крещение, он после не имеет надежды на второе крещение. Кроме крещения покаянием, которое весьма трудно. Ваши комментарии. В крещении, принятом по вере, человек получает прощение грехов. Деяние 22 глава 16 стих. Итак, что ты медлишь? Встань, крестись, я мой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса. Он облекается во Христа, получает белоснежную одежду, брачную. Галатам 3 глава 27 стих. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Но речь идет не о механическом крещении, хотя бы и с троекратным погружением. Но принято там глубоко сознательно, с искренним раскаянием в прежней греховной жизни. Деяние 2 глава 38 стих. Когда разум, совесть очищены Словом Божиим через принятие его и исполнение. Евангелие от Иоанна 15 глава 3 стих. Вы уже очищены через Слово, которое я проповедовал вам. Сегодня в подавляющем большинстве православных храмов, старого или нового обряда в России или за границей, как крещение подходит не как к завершающему моменту в обращении из язычников к христианина, но подходит как язычники к своему шаману. Что-то невнятное будет прочитано, какие-то непонятные действия, движение бачечки, одетого в особую одежду. Без веры этот ритуал для человека ничем в его сознании не отличается, как таинство для дикого тунгуса. Крещению подходит как к языческому оберегу от несчастного случая, от порчи. Правильное понимание крещения – это мысль Духа Святого, отображенная в Библии. В крещении человек омывается, освящается от грехов именем Иисуса Христа и Святой Троицы. 1 Коринфянам, 6 глава, 11 стих. И такими были некоторые из вас, но умылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Только при истинном крещении человек получает очищение от нечистой силы, при полном отречении от нее и хранении себя в заповедях Божьих. В противном случае, если человек приходит к окрещению совершенно неподготовленным и не думает менять свою жизнь, начав жизнь по Слову Божию, тогда в нем не происходит никакого изменения и никакого очищения от злого духа. В житии святого Макария Александрийского 19 января написано, что во время богослужения, во время самой божественной литургии в храме присутствуют демоны и сам сатана, и даже становятся на место настоятеля. И страшно сказать, когда все видят, как священник подает причастие причастникам, в действительности же оказывается, что злые духи эфиопы вкладывают в уста этого причастника адский уголь. 1 Коринфянам 11 глава с 27 по 30 стих «Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны и немало умирают. Если такое совершается в таком страшном таинстве, значит это может совершиться и в любом другом, когда люди не судят сами себя и недостойно подходят к таинству. Согласно этого видения и того, что открыто было Симеону Юродимову, Макарию Египетскому и Антонио Великому, подобное может состояться с любым, кто недостойно приступает к таинству, притящению, крещению и другим. Всюду, где встречаются упоминания о крещении и притящении и о благотворном действии этих таинств на человека, всюду имеется в виду только то, что человек приступает с полной верой, со страхом, раскаянием и в чистоте, не возвращаясь к прежним грехам. Все, добавляет нечего. Матфея 12, глава 46 стих. Когда же он еще говорил к народу, матерь и братья его стояли вне дома, желая говорить с ним. Толкование. По-человечески мать хотела показать, что имеет власть над сыном, ибо в то время она еще ничего особенного великого не помышляла о нем. Поэтому, будучи неравнодушна к чести в виде сына, послушным себе, желает вызвать его даже среди речи. Дальше. Матфея 12, глава 47 по 50 стих. И некто сказал ему, вот матерь твоя и братья твои стоят вне, желая говорить с тобою. Он же сказал в ответ говорившему, кто матерь моя и кто братья мои. И указав рукою своей на учеников своих, сказал, вот матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю отца моего небесного, тот мне брат и сестра и матерь. Толкование. Не в укор матери говорит это, но для исправления человеческой мысли ее. Ибо не сказал, она мне не мать, но дал знать, что если она не будет исполнять воли Божией, то ей нисколько не принесет пользу то, что она родила меня. И так он не отрекается от естественного родства, но восполняет его родством по добродетели, потому что недостойный человек не получает никакой пользы от плотского родства. Предотвратив таким образом недуг тщеславия, он тотчас повинуется зовущей его матери. Конец двенадцатой главы. Матфея, тринадцатая глава, с первого по второй стих. Выйдешь же в день тот из дома, Иисус сел у моря, и собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу. Толкование. Иисус сел в корабль, дабы всех слушателей иметь перед глазами, и дабы все они могли слышать слово его. Таким образом, с моря уловляет он находящихся на земле. Все. Матфея, тринадцатая глава, третий стих. И получал их многими притчами, говоря, Вот вышел сеятель сеять. Толкование. На горе простому народу говорит без притчей. А здесь, в присутствии коварных фарисеев, говорит в притчах. Дабы хоть потому, что не понимают, сделали ему вопрос и получили вразумение. С другой стороны, им, как недостойным, и не следовало ясно предлагать учение. По елику не должно повергать бисер перед свиньями. Первую притчу изрекает такую, которая наиболее способна возбудить внимание в слушателе. Сеятелем называет себя самого, а семенем свое слово. Вышел же он не на одно какое-либо место, потому что был везде. Но так как он приблизился к нам плотью, то и говорится, что он вышел, то есть от отчетческих недр. Он сам вышел к нам, потому что мы не могли прийти к нему. И для чего же вышел? Для того ли, чтобы зажечь землю по множеству терния? Или для того, чтобы наказать? Нет, но для того, чтобы сеять. Семя называет он своим. Ибо и пророки сеяли семя, но не свое, а Божие. Он же, как Бог, сеял собственное семя. Матфея 13, глава с 4 по 6 стих. И когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Толкование. Означенные словом при дороге, суют люди ленивые и нерадивые, которые совсем не принимают слова. Потому что мысль их, как бы утоптанная и жесткая дорога. Нисколько не спаханная. Поэтому семя слова похищает у них птицы небесные, то есть духи воздушные, бесы. Под каменистой землей, разумеется, те, которые внимают слово, но по немощи своей не борются с искушениями и скорбями, и, продавшие спасение за мирские блага, погибают. Под воссиявшим солнцем должно разуметь искушение, и базной солнечный изображает искушение. Сверх того искушения, подобно солнцу, освещающему сокровенные места, обнаруживают людей и показывают, каковы они. Матфея, 13 глава, 7 стих. Иной упала в терния, и выросла терния, и заглушила его. Это те, которые... толкования. Это те, которые заглушают слово житейскими заботами. Так богаты, хотя, по-видимому, делают доброе дело, но его дело, которому препятствуют житейские заботы, не растет и остается безуспешным. Матфея, 13 глава, 8-9 стих. Иной упала на добрую землю, и принесло плод. Одно во сто крат, а другое в шестьдесят. Иной же в тридцать. Кто умеет уши слышать, да слышит. Толкование. Три части семени погибли, уцелела только четвертая. Ибо немного спасающихся. А добра земли говорит после, дабы подать нам надежду покаяния. Ибо всяком можно сделаться добрыю землею, хотя бы кто был каменистая земля, или лежал как дорога, и попирался демонами, или же был бы чернистая земля. Не все принявшие слова приносят плод одинаковый. Один просит сто, например, тот, кто совершенно нестяжателен, и ведет строго подвижническую жизнь. Другой шестьдесят. Это, по моему мнению, общежителенный монах, который еще и житейскими делами занимается. Третий приносит тридцать. Это человек, избравший честный брак и со всевозможным усердием упражняющийся в добродетелях. Смотри, благодать Божия принимает всех, как много, так мало и средственно приносящих плод. Имеющие духовные уши должны понимать это духовно. Да, вот так. Разуметь надо уши. Здесь ничего не надо перетолковать, просто знать. Знать толкование и другим уметь передать. Все. Матфея 13, глава, с 10 по 12 стих. И приступив, ученики сказали ему, «Для чего плечами говоришь им?» Он сказал им в ответ, «Для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет». Толкование. Видя большую неясность слова Христа, ученики, как общие попечители народа, приступают с вопросом. Так как вы имеете расположение и старание, то вам дано, а тем, как не имеющим старания, не дано. Знание дается и приумножается тому, кто имеет старание. А кто не имеет старания и надлежащего смысла, у того взято будет и то, что он думал иметь. То есть, хотя кто и малую искру добра имеет, то и ту погасит своей ленностью, не стараясь раздувать и разжигать ее духом и духовными делами. Стараться надо. А стараться не будешь, ничего не будет. Ну молись. Ну а как он раздвинется-то? Господь так и устроил. На любое дело искать благословение и работать. А работать, когда кажется, что все уже упало. Это кажется невозможно даже. Вот так. Матфея 13 глава, 13 стих. «Потому говорю им притчами, что они видят, не видят, и слышат, не слышат, и не разумеют толкование. Вникни в это, ибо здесь разрешается вопрос тех, которые говорят, что иные бывают злы по природе и от Бога. Бог дает всем естественную способность разуметь должное». Евангелие от Иоанна, 1 глава, 9 стих. «Омрачает нас наша воля». Христос говорит, что естественно зрячие, то есть созданные от Бога, способные понимать, не видят по своей воле. И что слышащие, то есть от Бога созданные естественно способными слышать и разуметь, не слышат и не разумеют по собственному произволу. Матфея, 13 глава, 14-15 стих. «Избывается над ними пророчество Исаии, которое говорит, «Слухом услышите и не разумеете, и глазами смотреть будете, и не увидите. Ибо огрубилось сердце людей всех, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули. Да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не разумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их». Исайя, 6 глава, 9-10 стих. Толкование. «По огрубение же сердца они зажмурили и глаза свои. Не сказал, что Бог закрыл у них глаза, но они произвольно сами поступили так для того, чтобы им не обратиться, и чтобы я не исцелил их. Таким образом, по своей злой воле, они постарались остаться незлечимыми и неспособными к обращению». «Да, так. Сами виноваты». Матфея, 13 глава, 16-17 стих. «Ваши же блаженные очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали». Толкование. «Блаженные и чувственные очи и уши святых апостолов, а тем более достойны ублажения духовные очи и уши их, так как они познали Христа, предпочитают их пророкам, потому что они видели Христа чувственно, а пророки только мысленно. Притом пророки не удостоились стольких тайн и такого видения, как апостолы. Таким образом, апостолы преимуществуют предпророками в двух отношениях. В том, что видели Христа телесно, и в том, что гораздо духовнее их постигли божественные тайны». Тут ничего не перетолпываешь. Матфея, 13 глава, 18-19 стих. «Вы же выслушаете значение притчи о сеятеле. Ко всякому, слушающему слово о царстве и неразумеющему, приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге». Толкование. «Семь побуждает нас вникать в то, что говорят нам учители, дабы и нам не уподобиться находящимся при пути». Можно сказать так же, так как путь есть Христос, то находящийся при пути судьте, который вне Христа, который, то есть, не на пути, а вне сего пути. Матфея, 13 глава, 20-21 стих. «Опосеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостоянен. Когда она станет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется». Толкование. «Многие, подвергаясь скорби от родителей или от каких-либо несчастий, тотчас произнесся от хулы». О гонении же сказано по отношению к тем, которые впадают в руки мучителей. Матфея, 13 глава, 22 стих. «Опосеянное в терне означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушают слово, и оно бывает бесплодно». Толкование. «Не сказал, век сей подавляет, но забота века сего, не богатство, но обольщение богатства, ибо богатство в том случае, когда расточаемо бывает бедным, не подавляет, а еще возвращает слово». Тернием же означаются заботы и пресыщения, так как они возжигают огонь, и похоти, и гиены. И как терния, будучи остро, вонзается в тело и едва может быть вынута, так и пресыщение, когда владеет душою, не скоро может быть искоренено. Матфея 13 глава, 23 стих. «Посеяно же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который бывает плодоносен, так что иной приносит плод во сто крат, иной в шестьдесят, а иной в тридцать». Толкование. «Виды добродетели различны, различны и преуспевающие в духовной мудрости, смотря по тому, сколько кому дается по чистоте сердца». Заметь же, какой порядок в притче. Прежде всего, нам надо много услышать и разуметь слово, дабы не подобиться тем, кои находятся при пути. Потом должно твердо содержать слышанное в сердце. Далее, быть нелюбостяжательными. Ибо что пользы в том, если услышу и удержу, но при страстием богатству заглушу слышанное. Матфея 13, глава с 24 по 30. Другую притчу предложил он им, говоря, «Царство небесное, подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел в рак его и посеял между пшеницей плевелы и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же, рабы-домовладыки сказали ему, «Господин, не добрый ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?» Он же сказал им, «Враг человека сделал это!» Рабы сказали ему, «Хочешь ли мы пойдем и выберем их?» «Мы пойдем, выберем их!» Но он сказал, «Нет, чтобы выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам, соберите прежде плевелы и свяжите их снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите, житницу мою». Толкование. В первой притче сказал, что только четвертая часть семени пала на добрую землю. А в настоящей показывает, что враг по причине нашего сна и нерадения не оставил нерастленным из всего самого семени, которое пало на добрую землю. Поле есть мир, или душа каждого. Сеятель – Христос. Доброе семя – заповеди Его. Земля добрая – добрые люди. Мир всем приходящим. Или доброе помышление. Плевелы – суть ереси и худые помышления. А посеявших есть дьявол. Спящие люди – суть те, которые по нерадению и ленности дают место еретикам и дьяволам и худым мыслям, не сопротивляясь им мужественно. Рабы означают ангелов, которые негодуют, увидев в душе человека ереси или нечестия, и желают истурнуть из всей жизни и сожжить как еретиков, так и вообще мыслящих лукаво. Но Бог не позволяет погублять еретиков вооруженную рукой, дабы вместе с ними не пострадали и не были погублены и праведны. Равным образом Бог не хочет погубить человека из-за злых помышлений его, дабы также не погибла с ним и пшеница. Например, если бы Матфея истурно был из всей жизни, когда был в числе плевел, то вместе с ним погибла бы, имевшая впоследствии прозябнуть от него и пшеница слова его. Так точно и Павел, и разбойник, когда были плевелами, не были истреблены, но оставлены жить, дабы впоследствии произвела их добродетель. Посему Господь скажет ангелам в кончину века, соберите плевелы, то есть еретиков и лукавых людей, как же, снопы, то есть связав им руки и ноги, а так как в то время никто не может делать ни доброго, ни худого, но всякая деятельность сила будет связана. Пшеница, то есть святые, будут собраны женицами, ангелами в небесной житнице. Подобно сему и худые помышления, которые имел Павел, когда был гонителем, пожжены были огнем Христа, который пришел он не звести на землю, так и грехи всех пожигают с покаянием. А пшеница, то есть благие помышления благих людей, собраны в хранилище церкви. Что ты говоришь о семье? Не надо работать, проповедовать им, так оно все сойдется. А когда сходится, ты чувствуешь, что ты плывешь буквально по Писанию. Матфея 13, глава с 31 по 32 стих. Иную плечу предложил он им, говоря, Царство Небесное, подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом. Та, что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его. Толкование. Горчичное зерно означает проповедь и апостолов, которые объяли всю вселенную. Хотя их было немного, так что на них почивают птицы небесные, то есть те, которые имеют легкие, парящие в высоту ум. Будь же и ты горчичным зерном, по виду малым, ибо не должно хвалиться добродетелю, но должно быть теплым, ревностным, проворным и обличительным, а не ласкателем и лицемером. В таком случае, как совершенный, ты соделаешься больше других растений, то есть слабых и несовершенных людей. Так что и птицы небесные, то есть ангелы будут почивать на тебе, как человеки, ведущим ангельскую жизнь, ибо они радуются о праведных. Матфея 13, глава 33 стих. Иную притчу сказал он им, Царство небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, до корени вскисло все. Толкование. Закваску, как и зерном горчичным, называют апостолов. Как закваска, при всей своей малости, делается тесто таким, какова сама, так и вы, преобразуйте весь мир, хотя вас и немного будет. Мира была у иудеев подобной, как и у нас, например, фунт, пут и другие. Некоторые под закваской разумеют проповедь, под тремя мерами три силы души, познавательную, чувствовательную и желательную. А под женою, душу, которая скрывши проповедь во всех своих силах, смешиваться таким образом с нею, заквашивается и освящается от нее. Итак, нам всецело надо закваситься и притвориться в божественное. Ваши комментарии. Давай. Говоря о проповеди Евангелия, Иоанн Златоуст постоянно повторял, что он один ничего не успеет, если его прихожане, его слушатели не понесут дальше то, что они слышали в храме. Он умолял быть проповедниками всех, до последней женщины, до последнего раба. Он говорил, посмотрите, как двенадцать апостолов сумели заквасить, охватить проповеди всю вселенную. Признайтесь же, насколько худы мы, что если нас так много в одном городе, и город все еще ведет себя как языческий. И указывал, например, проповеди апостолов, которые объяли всю вселенную. Перенося события из Константинополя в Россию, мы можем сказать, что проповедь Евангелия в России не стояла никогда на первом месте. Такую задачу не ставили ни патриархи, ни архиереи, ни священники. Перед революцией 1917 года в России было 1275 монастырей и 57 тысяч храмов. И оказалось, что это огромное силище умышленно закупоривалось в монастырские стены. Эта закваска не попадала в мир. И этот мир был заквашен другой закваской, безбожной агитацией людоедов. Сегодняшняя ситуация полностью до мельчайших деталей повторяет то время в России перед великой катастрофой. Патриарх проезжает по России в 2002 году и в рождественской своей речи, говоря о духовном состоянии России и церкви, на первое место ставит строительство храмов, как признак возрождения духовности. Все же сектанты, самые экзотические еретики, пытаются подражать апостолам в деле проповеди. Делом проповеди в мире занимаются все, кроме православных. Православие заквашен только строительством храмов, исповедью и причастием и стремлением к власти. Мы же должны проникнуться до глубины сердца этой самой короткой притчи Христа о трех мерах муки уши, сердца, руки. Услышал, поверил, исполнил. Без проповеди Евангелия, без первой меры муки все остальное остается в прежнем состоянии. Мы должны учиться, воспитываясь на страницах Священного Писания и подражать апостолам, которые с проповедью Евангелия облетали всю Вселенную, как на крыльях, чтобы и наша проповедь, как и проповедь апостолов, объяла всю Вселенную. Вот, пометь себе карандашиком доходу. На сегодня все. Слава Христу! Слава Христу! Давай, покажу, где они тут у меня играют. Ну, вот как ухо есть. Вот так вот. вот сегодня хочу показать еще раз какое у нас сокровище посмотри главное из главных это наш библейский сайт во свете библии вот рядом написано православный форум Игнатия Лапкина только щелкни уже на форуме здесь 50 книг аудио ответ 4124 вопроса ответы вот этот ткнул только все сразу на форум вот православный форум 1447 это огромный материал email.ru здесь тоже более тысячи роликов 4000 кажется фотографий для желающих тут все есть было бы желание прийти и у нас открыт сейчас православный видео канал открытым оком во свете библии вот вот у меня отобрали тут материалы теперь ставят другие вот вот это только что сейчас выставил это администратор забрал он без он без уже не ужимает их оно в чистом виде дается да видите как широко распространилось все во свете библии форум у нас и вот три книги новый завет изданы новый завет полное толкование с откровением некоторые еще не понимают когда я говорю с откровением чтобы в одном издании вот так вышло полное толкование это впервые за две тысячи лет вышло такого не было никогда по всем святым отцам эти закладками тут чего есть такое все гюставо даре 230 репродукции гравюр мы раскрасили как оно выглядит это я только знаю куда они подарены были 444 места подарены книги видели библиотеки президентов а свои рядом не верят им кажется что это не так комментарии мои не нравятся а комментарии очень простые надо работать не спать вот вплотную все покажи тут вот они мои красавицы сидят мышатницы вот как хорошо сидят они тут пришли а да мои красавицы да какие хорошие ну-ка я их сфотографирую сейчас а вот они у меня как сидят замечательные вот они какие хорошие ну-ка ну-ка давайте как сделать надо чтобы было было видно иконы вот так господь благословенный он брат все снимает тут его не видно во тьме нет сильно светло оно не дает нужного эффекта ну-ка дай-ка я тебя сниму нет лицо просто белое сильный свет не знаешь как вот так как будто получше но долго я снимал вот так мы готовим для людей новый завет попросили насчитать конечно считаем они мастерски сами себя не переоцениваем это понятно ну как можем все равно слушать можем вот вот оно где ой-ой-ой вот он выставил ах молодец какой о вот вот видишь как вот тут что тут такое маленькими роликом он решил выставлять вот мы были в доме у мулы вот 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 сколько уже выставил тогда вот это рамазан который сейчас так постиг ну а это Самира подайте то у меня буквы сливаются давайте посчитай это будет сейчас считать да и я на арабский один строчка на арабский хорошо ауду биллахи мина шейтана Раджим бисмиллахи рахмани рахим и инна анзалнаху уфи лейлаты 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 уповали на Бога от проклятого сатаны с именем Бога милостивого и сострадателем воистину мы послали его в ночь предопределения откуда тебе знать что такое ночь предопределения ночь предопределения лучше тысячи месяцев и это бог и что в эту ночь нисходят ангелы и дух Гавриил Дозволение 예в Господа, дабы исполнить его веление на этот год. В эту ночь не с послания приветствий верующим от ангелов до самого доступления зари. В эту ночь не с послания приветствий верующим от ангелов до самого доступления зари. По-своему тоже. А люди там понимают, что на арабском языке и переводят? Иногда переводят, иногда нет. Ну а если вот не понимают, то тогда... Есть там переводят, в любом языке есть, в любом языке. Если человек не понимает, по-русски, то я для него как иностранец. Да, это само собой, у нас там в любом языке есть. Как сейчас, в самом месте, сколько языков, на русском есть там... Есть кто-то считает, что переводить арабского нельзя, я считал. Ну, кто... Это их касается, которые арабский знают. Но у нас тоже некоторые протеются, чтобы на русский библию перевести. Тысячелетие держали во тьме людей там, но и пришли к тому, что сейчас мы видим. И люди вообще ничего не знают. Это само собой, да, кто... чего может, то, что Бог дал человеку шанс, который человек учится, ты, вы или кто они, их надо распределить, их должны знать люди, сказать, что там написано. Не все же умеют, не все же это... Парм говорит, если труба издает неопределенный звук, то к битве будет готовиться. Труба, допустим, на военный подвиг зает, она определенный звук должна издавать. Так это должно быть понятно. Поэтому вот лучше я скажу пять слов понятных, чем десять тысяч слов непонятных. Это само собой, да, но еще есть такие мысли, еще есть такой аят, который Мухаммад говорит. Коран хоть понимает, хоть не понимает. Там сараны, это есть как савап. Савап это награда. Награда. Саран, допустим, сейчас... Это голос тебе действует. Ты хочешь, не хочешь, думаешь про это. Бог, то, что ты понимаешь, не то, что не понимаешь, его слушаешь внимательно. Бог, тебя что должен это сообразить? То же самое. Противники русского языка, они так говорят. Я сторонник абсолютный русского языка. Вот у нас Библия, вот никакая переведена, это сокровище. Это четыре духовные академии переводили. И поэтому, если я говорю, сегодня шли и пришлось тут некоторым молодым ребятам говорить. Если бы я заговорил с ними, допустим, на языке хинди или финляндском, ну ни один бы не понимал. Ну еще слова могу даже петь им сказать. Но надо в душу, чтобы семя проросло. Чтобы сердце восприняло. А сердце это земля, куда семя слов падает. Вышел Господь, говорит, сейте, сейте. Иной упало при дороге, кисы поклевали, а иной упало между теми. Только четвертый слов, упал на подородную почву, взрывленную, чем языком проповеди. Это плуг, язык, как плуг. Политое зерно дождем, слезами раскаяния. Есть смысл какой-то заложеный нам. И дало плод, стоящие 30, 60, 100 раз. И дальше Господь говорит, кто имеет уши, дослышит. Значит, не об этих ушах речит, а духовно воспринимает. И что-то должно быть понятно всем. Да. Само собой, но все равно Бог так создает жизнь. И как живет, которые не могут. Мы это не понимаем. Их, они все друг друга понимают. Да. И также, которые человек, то, что не понимает, но слышит, им это достаточно, этот голос. Допустим, которые мусульманы сейчас, которые мы читаем там. И так же в России, и так же в другом государстве, и так же в разном мире, стране, который не понимает арабский, ему интересно. Подходит, ищет этот голос и говорит, боже мой, как красивый голос, что это такое? Потом подходит, и начинает объяснить, что это такое, и так далее. Понимаешь? И так же человек, это не может, это все, чтобы понимать. Это не берет в голову то, что человек все мог бы понимать этого. Знаете, от один к одному наши православные точно так же объясняют. Я пришел в храм, и на меня это действует, а там же красиво поют, хор такой большой. Это на меня действует. Я говорю, а ты слышал, что сейчас говорили-то? Написано, не прелюбодействуй. Как так? Да ты же сейчас не слышал, а у тебя третья жена, живешь, изменяешь, я говорю. Ему надо вложить. Вложить надо. Это что-то правильно, это хорошо, музыкально, это звучит. Понимаете, это небесно, церковно-славянский язык. Но плода не приносит. Он не знает, что ему было предупреждение. Я его считаю по-русски-то. Он говорит, а у меня там так не написано. А почему, а там другие слова совсем. Надо понятно, чтобы было. Вот что сказали, подойти, да, интересно, я могу подойти. Один объяснит, а другой не объяснит. Я подошел к муле и говорю, вот так написано, такой-то, пятая, сура, там, двадцатая, а я, а вы на каком языке читаете? Я говорю, на русском. А кто перевел, перевел, лучший переводчик? Называет там Юлия Игнаревича. Ну что, кто-то сказал? Да, это еще до революции. До революции. И он против. Я говорю, а почему? Как это, Сэр? Ну, это не каждому. Ну, перевели мне, он перевести не может. Это не мула, а имам. Я говорю, ну ты переведи, вот я тебе перевез. Ты не согласен с этим переводом. Ну, ты переведи по-арабски, так. Он по-арабски, и по это перевести не может. Садитесь оттуда. Я говорю, а здесь смерть, смерть до многих людей, и вы людей-то должны учить. Я поговорил, а когда я выступил, пока рано-то. Вот у меня, в бане стоят и мам там, и... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!